Айпетри Крым. Архипа Куинджи вернется в Третьяковскую галерею, но выставляться там больше не будет. А после того, как с картиной закончат работу специалиста, она отправится в Санкт-Петербург, в русский музей, которому и принадлежит. Тем временем стали известны подробности похищения полотна. Злоумышленник задержан. Его мотивы непонятны, да и толком вспомнить свое посещение Третьяковки он не смог. Хотя кадры с камер наблюдения показывают, что особо похититель не напрягался. Он просто снял картину со стены и ушел. Сигнализация, как выяснилось, не работала. Теперь все картины на выставке оснастят электронными датчиками. Тимур Лавронов с подробностями. Полотно Архипа Куинджи и Петри Крым оперативники обнаружили на стройке в Одинцовском районе по горячим следам. Злоумышленник был найден уже через несколько часов благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска и ФСБ. Он завернул картину в куртку и припрятал в дальнем пыльном углу. Впрочем, несмотря на очевидные улики, вину задержанный не признал. Отвечал на вопросы невнятно, сетуя на проблемы с памятью. Какое преступление совершили? Я не совершаю преступление законопослушного гражданин России. Где вы сегодня днем были? Мы плохо помним. Наверное, надо освежить память. Сам момент кражи запечатлен на камерах видеонаблюдения. Вот мужчина проходит колонну. На мгновение всматривается в изображение горы Айпетри, а затем неспешно на глазах посетителей снимает картину со стены. Вел себя настолько уверенно, что ни у кого из очевидцев не вызвал подозрений. В развалку выходит вместе с полотном из зала. Выяснилось, что 31-летний подозреваемый уже оказывался в поле зрения правоохранителей. Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался московскими полицейскими за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде. Несмотря на дерзкое ограбление, одна из аншлаговых выставок Третьяковской галереи работает в привычном режиме. Эта очередь как раз на нее. И как сегодня стало известно, у каждой картины Архипа Куинжи будет установлен специальный электронный датчик. Ведь во время ограбления в зале не работала сигнализация. Кроме этого, в Третьяковке собираются дополнительно оборудовать свои здания специальными рентгеновскими установками, через которые будут пропускать личные вещи всех посетителей. Уже позаботились и о текущих выставках. Мы приняли решение, что выставка Куинжи будет продолжать свою работу. Мы укрепили все работы среднего формата на стене так, что это невозможно снять. Мы сейчас в данный конкретный момент начинаем установку датчиков каждому из произведений на выставке. Я со всей ответственностью отвечаю, что все последующие выставки Третьяковской галереи будут оснащены подобными датчиками. На брифинге, посвященном украже картины, сегодня рассказали о том, что в ближайшее время во всех крупных российских музеях пройдут внутренние проверки. Они связаны с охраной предметов искусства. В первую очередь проверить, что происходит с безопасностью, потому что, не скрою, вопросы есть. Как так произошло, что удалось картину снять, удалось картину вынести, и только после этого забили панику. Специалисты пока не смогли тщательно осмотреть работу, но по предварительным данным на ней нет видимых повреждений. Крымский пейзаж Ай-Петри хорошо знаком ценителям искусства. Конец 19-го, начало 20-го века написан маслом, небольшого, как говорят, кабинетного формата. В сантиметрах 39 на 53. Вопрос цены искусствоведы в данном случае считают неуместным. То есть стоимость она имеет, но купить ее, реализовать они ее не смогут. Можно с тем же успехом вспомнить историю, когда украли Монну Лизу в начале 20-го века. Как крали картины Мунка тоже. Украли, побегали, никто не купил, подбросили. Хорошо, что не уничтожили, потому что бывали, конечно, случаи, к сожалению, когда горе воришки, украв работу, не сумев ее продать, они потом, чтобы не попасть в руки правосудия, они просто ее уничтожали. Картина принадлежит русскому музею. Экспонат слишком заметный даже для черного рынка. Возможно, похититель просто выполнял чей-то заказ. Я выбрал пробки, чтобы отключить сигнализацию. Правильно. Подержите лестницу. Хорошо. Коль, хватай картину. Если у Никулина с Евстигнеевым из знаменитой советской трагикомедии «Старики-разбойники» были и лестницы, и ножницы, и они даже предусмотрительно отключили сигнализацию, то в Третьяковке настоящий преступник действовал, кажется, совсем без подготовки. Дерзко и хладнокровно. Большинство удачных краж производится именно тем манером, который совершил вот этот вот преступник. Никакая сигнализация вас не спасет. В Роттердаме была кража, когда в течение полутора минут, были украдены вещи. Причем кражу совершили 27 января. В этот день исполнилось ровно 177 лет со дня рождения архипа Куинжи. Но это скорее чистое совпадение. Сотрудники музея усилили меры безопасности на выставке. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Похитителю может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Тимур Лавронов, Наталья Люблинская, Наталья Литовка, Олег Крупен, Ярослав Зорин, Первый канал.